Передаем молодому поколению приверженность, высокие идеалы гражданственности и патриотизма. Эта пожелтевшая бумага в руках 99-летнего Ивана Федосеева много лет назад была исписана им самим. В ней торжественная речь, которую по случаю Дня Победы ветеран Великой Отечественной войны говорил потомкам, призывникам и солдатам не раз. Слова, которые знает наизусть, сейчас старый солдат решил перефразировать. Просто рассказал школьникам, которые пришли его поздравить о том, как воевал и через что пришлось пройти. Ваше поколение отдавали душу в снегах, в лапшах. По полгода не мылись. Это пехота. Иван Федосеев в действующей армии с 1942 года. Четырежды ранен, имеет боевые награды, ордена Красного Знамени и Отечественной войны. На пенсию вышел в звание полковника, обучал солдат в Китае, Сирии, Египте. Всю жизнь посвятил служению Родине. Испытания молодости настолько закалили его, что даже в 99 лет без остановок и одышки спокойно поднимается на свой четвертый этаж, чтобы еще раз принять поздравления. Иван Васильевич, еще раз с праздником. Берегите себя. Спасибо вам большое. Вот, замечательно. Хорошая матушка. Еще один парад у дома ветерана ребята устроили на улице Белкино. Под дождем и ветром школьники поют для Михаила Кожевникова, участника Великой Отечественной. Это то малое, что могут сделать для человека, подарившего им жизнь. Я не был на войне, на той священной самой, ему поет при яростной водах. И я прошел в строю солдат и генералов, спиртая в леском праздничных наград. Вообще акция парад у дома ветерана всероссийской, хотя она не такая масштабная, как военный парад на главных площадях городов героев, но все равно трогательная и символичная. Не скрывает гордости и Виктор Поздышев, пулеметчик, в действующей армии с 1943 года освобождал от фашизма Европу. Но сегодня вспоминает не 9 мая 1945-го, а тех, кто до него не дожил. Я их помню, я их никогда не забуду. И в этой связи я прошу почтить память героев Великой Отечественной войны. Впрочем, такие поздравительные акции не про прошлое. Самые ценные в них слова о дне сегодняшнем и будущем. Герои прошедшей войны в него верят. Наши бойцы и командиры в социально-военной операции проявляют образцы героизма, мужества, отваги. И недолг тот час, когда мы станем свидетелями такой же великой победы, которой наше поколение, боевое поколение, представителем которой я являюсь в настоящее время пока, мы будем свидетелями той большой победы, которую одержит российский народ. В праздничные дни такие парады проходят во всех дворах Тулы, где живут ветераны Великой Отечественной. А 9 мая героев ждут на площади Ленина. В 10.00 там начнется парад победы. Вячеслав Мараков, Руслан Кравченко, Арсений Абросимов, Первый Тульский.